мне хотелось бы чтобы был такой диалог и наверное если вам удобнее приблизиться подойти ближе и общаться со мной более непринужденной обстановке беседовать болтать то я буду только рада потому что аудитория и оратор это немножечко не тот стиль беседы которые я предполагаю на сегодняшний день на самом деле когда я пришла сюда на открытие именно эта работа во-первых я признаюсь честно я ее чуть не растоптала вы была очень смешная ситуация с этой шляпой которая упала вот с этого экспоната и мы долго не могли понять надеть ее или так задумано это мне все очень напомнило кадр из фильма о чем говорят мужчины когда главный герой рассказывает он оказался в музее в нью-йорке долго рассматривал экспонаты современного искусства и в конце концов увидел табличку туалет не работает и он в ужасе застыл и не может понять туалет не работает на самом деле то есть сама комната туалетная в данном зале или это экспонат но потом он понял что в принципе ничего не изменится если это на самом деле не работающий санузел потому что значит туда нельзя если экспонат соответственно туда тоже нельзя поэтому он решил смириться и не задаваться больше этим вопросом насколько я я успела немножечко почитать об этой работе оказывается есть такая тюрьма штата которая функционировала по моему очень короткий промежуток времени после оконопели стала функционировать и сейчас можно снять в качестве выставочного комплекса в качестве места для кино съемок для съемок телепередач и так далее так зачем вам это нужно для того и снимаете принципе автор это и сделал он снял там небольшой фильм имитирующий документальное кино кино на самом деле художественное потому что там снялись его друзья насколько я знаю сам тоже принял участие в качестве актера о том что по всей видимости могло бы происходить на территории этой тюрьмы здесь вот эти экспонаты по всей видимости каким-то образом демонстрируют ощущение человека оказавшегося в тюрьме думаю что на самом деле хотел этим сказать потому что в переводе на русский как там называется pain болевые тада это сэндров пин или как-то там называется очень до болевые центры то есть я долго пыталась понять связано с насилием это связано с тем что люди оказываются в тюрьме это насилие над личностью над но сказал что это связано с тем что здание начала обрушаться и так далее тут меня понесло я решила копать как-то в луже и задумалась о том что по всей видимости для него эта тюрьма является каким-то экспонатом который сочетается у него так мысленно ассоциируется с жизнью до человеческой то есть наше тело по большому счету является для души такой тюрьмой которая разрушается со временем который испытывает боль моральную физическую так далее ну и соответственно со временем душа это тело покидает как возможно заключенные которые оттуда выходят и то что мы испытываем различные уровни боли на протяжении всей жизни неизбежно потому что все мы проходим через какие-то стадии страдания больше в меньшей степени зависимости от нашей эмоциональности и так далее но тем не менее нам приходится с этим сталкиваться вот на самом деле не сложно я сталкиваюсь с огромным количеством творческих людей художников режиссеров писателей которые ищут новый язык я часто задаюсь вопросом когда они ищут новый язык когда они просто пытаются произвести впечатление сделать что-то максимально оригинальное и потом уже по ходу придумать этому смысл какой-то потому что никогда не забуду когда вышла моя первая книга лолипоп то он достаточно они очень разные с последней книгой я дрянь это такой легкий жанр без мистики без эзотерики и так далее а лолипоп это там наслоение древних учений эзотерики кастанедовщины и квантовой механики господи боже мой что это он только не понамешала и я помню что после выхода книги я случайно наткнулась на рецензию в которой говорилось столько всего сложного я аж себя зауважала кушу я все это было виду и мне кажется что иногда художники работающие в абстрактном своеобразном таком жанре они до конца не не понимают а может быть и отдают себе отчет как это будет воспринято публику уже по ходу выясняется что это все значит вот то что я думаю о данном конкретном в качестве примера данном конкретном произведении искусства но и вообще о современном искусстве в целом мне хотелось бы чтобы как-то тоже приняли участие во всем этом разговоре если девочки вас включат процесс и вообще как-то ближе подходить и мы беседуем тут болтаем от уст и стали такой себя лектором чувствую в институте здравствуй это человек который собирался он долго думал что делать с этой шапкой мы подошли к шапке вместе она лежала на полу да и и В принципе, да, как я говорил, В общем, я продолжаю беседу на русском, потому что в тот случай, когда я не хочу стесняться своего очень... К сожалению, мне стыдно безумно плохого родного языка. Я все еще задаюсь вопросом, был ли этот посыл изначально, но об этом знают только авторы работы, потому что... Ну, как я, в принципе, недавно прочла про ту же самую «Я дрянь», которая на самом деле просто списана... Одну основная, первая вещь сборника «Я дрянь» — она списана с реальных событий. Я просто была свидетелем событий, которые происходили у меня на глазах, но я их не записала, соответственно. Смешала, все перемешала и записала. И вдруг я читаю какой-то отзыв, что этот сложный взгляд на современных женщин, изобличающий их, эти современные азербайджанки, наконец, в кривом зеркале мы увидели... Я все это прочитала, такая, думаю, ну, в общем-то, я этого не имела в виду, но мне нравится ход ваших мыслей. И вот, в принципе, вполне возможно, со временем как-то для кого-то, если моя книга и этот экспонат останутся в памяти хотя бы двух-трех человек, то будет бытовать то мнение, которое в итоге, возможно, будет навязано критиками или самими авторами уже в процессе восприятия аудитории. Ну, давайте, поговорите со мной о чем-нибудь. Вообще о современном искусстве, ладно, оставьте вы этот экспонат, я понимаю, что я вам закрываю телевизор, там идет интересное кино. А у меня складывается впечатление, что вначале мы были заняты. Вообще, в моем понимании, тюрьма, я беру вот свои ощущения, которые сложились, наверное, вот с детства. Как говорилось, все всегда, ну, есть такая пословица, от тюрьмы, от сумы, не зарекайся. И мне все время казалось, что как это, ну, что, ну, ладно, хорошо, от сумы, предположим, от финансового кризиса, зарекаться, ну, да, это со всеми может случиться, окей. Но от тюрьмы, ну, господи, боже мой, я же понимаю, я отдаю себе отчет, со мной этого не может случиться, потому что случиться не может, потому что я знаю, что нельзя нарушать закон и так далее. С годами я поняла, что ситуации в жизни бывают разные, и, к сожалению, я сама лично знаю людей, которые оказались, в тюрьме, например, по ошибке нелепой, не сумев доказать, что они не имеют никакого прямого отношения к тому, за что им приходится отбывать срок и так далее. В жизни бывает абсолютно все. Если, может, говорили о тюрьме и о таких шутах, мне хочется перейти к чему-то серьезному, я могу сказать, что, наверное, самая, одна из таких вот, да, вот мы часто говорим, и это модно говорить о каких-то глобальных проблемах там и так далее, я считаю, что одна из самых основных глобальных проблем на сегодняшний день, то, что до сих пор есть институт смертной казни вообще в мире, потому что вот момент того, что какой бы ни была эта машина государственная, каким бы ни было правосудие, но сам факт того, что люди, а не Господь Бог, принимают участие и принимают решение, лишить ли конкретного человека жизни или нет, не во время боевых действий, не во время войны и так далее, для меня это такая очень неприятная вещь, с которой очень тяжело жить, ну, опять-таки, живу я нормально с этим, но периодически, когда ты это осознаешь, ты понимаешь, что вот что-то идет в этом мире не так, и один из таких серьезных вопросов на фоне всего остального, который хотелось бы изменить. Я помню кадры из этого фильма, когда девушка, по-моему, вот этот следующий кадр будет после этого, подходит тоже к зеркалу и начинает расстегивать комбинезон, не ждите, пожалуйста, ничего вызывающего, а расстегивает комбинезон и выясняется, что у нее ее одежда, ну, та, которая на ней, она по всей видимости, я не знаю, где они ее взяли, или это имитация, и вот этого я уже сказать не могу, она как будто бы прострелена, то есть, ну, учитывая, что тюрьма американская, я не уверена, что это не имитация на самом деле, да, ну, как известно, а вот, 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 вот этот кадр, ну да, вот она вот раздевается и выясняется, что... Да, по всей видимости так, но опять-таки, мне хочется на это смотреть еще и с точки зрения неприятия авторами фильма тоже вопроса смертной казни, потому что, я думаю, несмотря на то, что огромное количество людей, которые оказываются в тюрьме, достойны смерти, как никто другой, это есть, там, серийные убийцы, насильники, педофилы, господи боже, да, там можно перечитать и перечислять. Вот, если говорить, вообще этого очень сильно не хватает, в поисках вот этой формы я уверена, что мы все должны что-то создавать, будь то художники, будь то писатели, будь то режиссеры, я опять-таки говорю за себя, я сама пытаюсь это делать, в тот момент, когда мы не можем сдержаться и не сказать этого, вот когда тебя переполняет и ты хочешь об этом рассказать, тогда ты должен это делать, а когда ты хочешь сделать сальто на ушах, образно говоря, тогда не, ну, делай, конечно, эти, никто не мешает, возможно, это будет оценивано критикой и, там, фестивалями, очень модно ездить на фестивале. Мой фильм был там, 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 называется, как я их называю, Wisconsin Movie Fest, то есть для тех, кто не в курсе, это страшная... Хорошие слова, я хотела другое сказать, но я не уверена, что в формате, хотя тут амгарное, так все, можно... Просто извините, главное не хотеть что-то сказать, а знать, что ты вообще хочешь сказать. Да, но для чего ты это говоришь, что ты хочешь рассказать, что тебя переполняет. Для меня вот хорошее в кинематографе, почему я все время скатываюсь в кинематографы, потому что я неудавшийся режиссер, на самом деле, для меня современное искусство. Вообще, на мой взгляд, искусство современное, оно просто соответствует данному моменту времени, если уж мы говорим как-то так, да? То есть когда-то неореализм итальянский, который, кстати, на сегодняшний день, я до сих пор с огромным удовольствием смотрю и Dolce Vita, предположим, и 8,5 и так далее. Но когда-то это было что-то таким новаторским, сегодня это уже классика, по которой принято учиться что-то делать. Мне кажется, это то, что происходит на данный момент времени, возможно, да, есть что-то новое, но не обязательно новое. Для меня это в первую очередь то, что создано на данный момент премии и заставляет меня откликнуться. Например, я посмотрела несколько лет назад фильм, совершенно незамысловатый, кстати, снятый непрофессиональным режиссером. Это тот редкий случай, когда непрофессиональный режиссер сделал, на мой взгляд, хорошее кино. Есть такой российский фильм «Неадекватные люди». Я не знаю, да, кто-то смотрел. И я посмотрела этот фильм, и я села и думаю, боже мой! Вот все, меня выключили на время. Я понимаю, что фильм мне нравится, когда фильм меня на время просмотра выключает из «А» каких-то там, может быть, исходя из моих минимальных знаний, я могу увидеть какие-то ляпы, которые сделаны режиссером, да, или оператором, или свет. Самое ужасное в современных фильмах, в низкобюджетных современных фильмах, это ужасно поставленный свет. И ты видишь... Я не знаю, чья это вина, но ты видишь днем это отражение от лампы на стене, и ты хочешь бежать в кадр и сказать, «Нет, нет, ну что, вы сделали все, испортили!» Хотя там может быть замечательный сценарий, да, на самом деле. И если меня выключили, и я не смотрю на этот свет, я не смотрю на... Все, меня нет. Фильм закончился, я вернулась к жизни, значит, фильм получился. И если вот на этот момент времени есть что-то, фильм, опять в кино ухожу, господи боже мой, хорошо, живопись, что угодно, что меня выключает из процесса, засасывает меня туда, заставляет меня быть одним из персонажей, книги в том числе, значит, все. Это современное искусство на данный момент времени меня захватило. То есть современная искусство для меня это термин, в первую очередь, имеющий отношение ко времени, к нахождению на... вот в данной точке прямой времени. То есть я время вижу как такую прямую. Вот в данной точке мы находимся, это недавно сделано, вот сейчас представлено, это современная искусство, примера какая-то. То есть вот так вот. То есть нет вот этого вот ощущения, что современная искусство это даже действительно новаторским, новым языком, нет, схвати меня, вытащи меня из моей жизни, увлеки меня, все, вот ты вот представитель современного искусства, который меня заинциировал, и вот современное искусство, которое не заинтересовывает, соответственно, тоже есть плохое, хорошее. Ну, конечно, опять-таки, если мы говорим про последний век, то, наверное, женщины принимали не менее активное участие, в чем-то даже более активное участие, чем мужчины. Просто подход женский и мужской, к чему бы там ни было, живопись, музыка, литература, кинематограф, он абсолютно разный. Я не знаю, мне кажется, что вот этот почерк женский, мужской, он с первых кадров, с первых страниц, он узнаваем, очень чувствуется, потому что тут дело даже не только в детальности. Мужчина, я вот недавно в каком-то интервью это сказала и сама для себя это, наконец, облекла в какую-то форму. Мужчина, он четко понимает, что вот это произошло, повлекло за собой это. Женщина – это произошло, а потом она ушла. Она ушла в обсуждение чего угодно, только не того, к чему это в итоге привело. И, в принципе, вот это такое своеобразие. Ладно, ну не все, ладно. На самом деле роль женщины на сегодняшний день, вообще во всех сферах жизни, если говорить о том, что я чувствую и вижу, женщины ужасно недовольны сегодня. Они считают, что настоящие мужчины перевелись. И они элементарно не задаются вопросом, почему. Мужчины очень конкретные люди. Они, когда им говоришь что-то, они, особенно когда ты долго им это говоришь, они воспринимают эту информацию, и либо они не принимают ее, либо, в конце концов, они ее принимают и точка, все, закончили. Женщина доказывает, что она эмансипирована, что она хочет быть самостоятельной, она феминистка, у нее равные права и вообще. Мужчина достаточно долго этому сопротивлялся. Очень долго, многие годы, в конце концов, он решил с этим согласиться. Он с этим согласился. Женщина сказала, как так, я не могу быть слабой девочкой, почему мне не открывают дверь, где цветы вообще. То есть то, что она просто передумала, или передумала на какое-то время, чтобы завтра снова встать и там коня на скаку останавливать и так далее, постичь не возможно. Это совершенно другая гормональная система и эмоциональная, соответственно, тоже. И это во всех сферах, в искусстве, в науке, в бизнесе. Кошмар работать с женщинами. Я не люблю работать с женщинами, это кошмар. О боже, заказчики женщины, которые, а я работаю в область пиара, маркетинга. Аккуратно, может, тут они есть какие-то? Ну, не все, конечно. Тяжело. Есть отдельные личности женские, то есть, например, опять-таки, я говорю, большинство, но есть люди, которые, наоборот, в 100 раз лучше мужиков. Но, как правило, если тебе нужно разрулить ситуацию, ее разрулит мужиками, как правило. Потому что от размышлений, почему, зачем, задержали, там, мою книгу задержали перед. То есть, 14-го числа была презентация, 12-го числа ее еще не было в Баку, она была в Стамбуле. У меня, я в предобморочном состоянии, я уже думаю, господи, боже мой, полететь в Стамбул, привезти несколько штук хотя бы, а то, ну, стыдно, презентация уже должна быть, а ее вообще, я ее даже не видела еще живую, только на фотографиях. В итоге, конечно, решил проблему, потому что у женщин началось, боже мой, что теперь делать? А если она не прилетит? В общем, пока женщины бились во всей этой истерике, мужчины сказали так, спокойно, сделали несколько звонков, и сказали, что если уж совсем все плохо, мы полетим и привезем. То есть, вот этот подход к проблеме, это во всем. Ну, соответственно, во всех сферах женский и мужской подход, в общем, я не хочу ругать женщин. Женщины замечательные, они потрясающие, они безумно креативные, что самое главное. Женский подход к определенным вещам, если говорить о живописи и так далее, он более детальный. Мужчины не останавливаются на всех этих мелких деталях, что в литературе, что они не останавливаются на эмоциях так сильно. Женщина может вам рассказать о том, как проснувшись утром, что она испытала, взглянув, я не знаю, на паутину, которую она заметила где-то, на карнизе, и тут ее переполнили, воспоминания, то же самое было. И она ее понесло, и вы чувствуете, и она каким-то образом умеет до вас донести ощущения. В плане ощущений женщины гораздо сильнее во всем. Музыка то же самое, композиторы женщины легче, на мой взгляд, хватает вот эту вот ощущенческую вот эту штучку, да, передает вот эти ощущения, ну тактильно как-то почти это все ощущается. Музыка 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 Продолжение следует...